Я не успел даже нажать, ну да, давай. Ну да, отец, я там просьбу свою написал себе. Ты подожди, у тебя еще там свету нет или лежишь на кровати? Да, да, я ночью так лежу и смотрю тебя и читаю. Ну, маленько подними, чтобы я тебя видел-то, а то не видно даже совсем. Голову-то подними, а то один нос. Вот так, поднимись маленько, раз уж не спишь. А я только подумал, что ты не спишь-то? Нет, нет, я ночью, ну, у меня такой сон подствующий. Так, а скажи, зачем ты тут подсадил к нам еще кого-то тут, Крущину? Нет, Крущину, нет, я не мог его выключить. Если ты никого без разрешения моего, никогда не подключай. Нет, нет, он получился, я это извиняюсь. Потому что я не знаю человека, тебя не расспросил, и кроме того, на три очень плохо тянет. Вот ты сейчас, я не знаю, что у тебя так, ты лежишь как в гробу. Все, что у тебя смешно? Ну, говори быстрее, не траться зря. Да, ну, я хотел с этим поговорить с Игорем по телефону. Ну, я знаю, ну, по телефону поговори, а скайпа у него нет, я тебя послал. Да, ну, вот я с ним поговорю, да. Потом вчера я беседовал, значит, читал Иван Вениаминович Каргель, «Христос наше освящение». Там вот эти мысли оттуда взяты. Понятно. Ты скажи, Игорь-то зачем тебе нужен? Ну, я это, что все уже рассказывать нужно, да. Ну, ты маленько-то советуйся, что если ты думаешь его в епархию подсунуть, то это не надо. Нет, я, может, мы письмо попробуем написать. Это дело другое. Только запомни, без моего разрешения на это дело ни на кого не уходить. Только я знаю и ты, и остальное ты на них идешь. Никого, прокладку не надо, иначе только вред будет. Ну, хорошо. Вот сейчас направление понял. Значит, моя цель, вот здесь у нас было собрание общины. И мы, значит, наш священник прочитал нам письмо. Нет, нет, у вас был же этот секретарь. Секретарь Архимандрит был. Но дальше-то ты вот сейчас закончим. Что мне не надо там, они примут меня, не примут. Пусть они ответ дадут. Вот это... Нет, 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 нет. Я им подарил такие книги, настолько много подарил ему. Ну, хотя бы одно слово, благодарность какая-то, или пошел ты вон. Не слово. Вот это вот мертвые епархии, все они такие. Абсолютно безбожники так не делают. Он в милицию подал заявление, мне пять ответов пришло. Вот здесь все. Он может пойти или письмо написать туда, к архиерею, и сказать. Вот нам приходил архиерей. У нас такая программа здесь рассказать, уже показать это. Да? Дайте ответ. Вот и все. Ну, в общем, я тебе не подсказка. Это ты сделал сам, твоя идея. И ты до конца доведи это дело. Я не могу звонить, идти навеливаться. Нет, ну... Это будет истолковано против меня. Да, да, да. Мне нельзя это делать, никак нельзя. Я нигде не показываюсь. Да, да. Дайте ответ. Раньше мы могли что-то говорить. Я сейчас не в печати, меня нигде нет. У меня осталась молитва и форум, я тут и сижу. Я вот он где. Время уходит. Если бы они меня пригласили, ну, допустим, его стали пугать. Да ты не знаешь, там, Игнатий, он там такой. Ну, ваши-то рядом сидят священники. Сразу остановился, сказал, нет, ребята, это не так, дальше не пойдет. Неужели я не знаю, что сказать-то? Это они в своей каше варятся. А я-то со всеми истинктантами... Ты сейчас вот видел, я с Баптистом беседа? Да, да, да. Нет, подожди. Это новая, да? Ну, новая, Шаповалов, вчера выставил я. Да, да, я еще не посмотрел. Но твоя беседа уже записана, о которой вчера разговаривали. Она выставлена под замком, потому что больше одной нельзя выставлять в день, не успевает. А вчера мы выставили сразу четыре ролика, четыре. Потому что тут после воскресенья, ну, необходимо там... Отец, один я не послушал. Вот, наверное, этот. О, это большая, почти полтора часа. С Баптистом из Америки. О, это интересно. Очень хорошая беседа была. Это вторая беседа. Первая у нас под замком пока находится, так получилось. Потом ее разблокируют. Вот, хорошая беседа. Он слушает там о предании, о неканонических книгах. Ну, а ты послушай просто. Да, да, да. Беседа с Шаповаловым Юрием. Да, да, обязательно, да. Ну, беседы, вот ответы с сектантами, там, вот с Ахимандридами, ну, различными направлениями и течениями, вот с этим Калининым. Да, это лучшие беседы были. Вот это у тебя очень хорошо тема получается. Мы, да, я с удовольствием слушал. И у нас еще, я даю, кто, у кого есть компьютер, тоже они очень-очень довольны были. Все до конца прослушали. Так что, это хорошая тема. Ну, а вот здесь с американским-то этим Юрием-то, если благополучно будет, он мне понравился. Он, может быть, соберет своих соратников, братьев, и тогда мы продолжим беседу с ним. Но если даже не будет, вот эти два ролика, они просто как программа для начинающих, кто работает с сектантами. Да, да, да. Обязательно. Просто очень такой хороший разговор. То он не противоречит, а вопрос задал и внимательно слушает. Это не отнимешь от них. А то бывает другой хулиган, он просто выскакивает, кривляется, а этот нет, это серьезный, видно. Я что спрошу, говорю, называю баптистов, я таких знаю, он руку протягивает с полку и мне показывает. Вот его книга. Он сразу. У него показывает, раз, православная Библия, они много берут из святых отцов, газету прислали, честное слово. Ну, там где говорится о преемственности рукоположения, там у них легкомыслие, обычное, сектантское. Он просто кривляется, автор, гололобов какой-то. Да, это интересно будет. Да, я сейчас, наверное, послушаю. Ну, все, у тебя ничего больше нету? Да, ну, вот такое я вспомнил, значит, это беседа с Архимандридом Иоанном, тогда была, это гость. Да. Значит, я тебе просто расскажу, как это начиналось. Ну, давай, рассказывай. Вот он там пришел по своим делам, пришел, а я как раз слушаю тебя. И там, вот как ты, значит, патриархию, там, какие недостатки, все это, хорошая тема была. Он говорит, вот это да, вот это самородок. Я думаю, ну, давай дальше. Ну, слушай, говорит, я хочу тогда с ним поговорить. Я говорю, поговори с ним. Да, говорит, давай поговорим. Да, и вот это началось. Значит, ну, вот он начал свои, там, я был там на острове Даллас, там у меня Архимандрид такой-то, такой-то. Понимаешь, здесь совсем не туда, слово Божие говорит человек, да? Да, и вот здесь такие, ну, доводы несостоятельные. Вот это я... Ну, я надеюсь, что он проснется, потому что с ним так, на таком основании никто не беседовал. Ну, дай Бог, дай Бог. Отец, я, вот ты набери, значит, Иван Каргель, Христос, наше освящение. Почитай оглавление, только начало. Да, вот это именно, чем отличается преобращение от освящения. И что этим путем, именно по священному писанию, ибо здесь, это, значит, такой евангельский путь, путь Христов. Ну, вот, вот это все. А куда он от отделся магнитофон-то, куда уехал? Ну, он там, понимаешь, он, его биография такая. Значит, он, ну, в Москве литератор. Он талантливый писатель, у него есть даже книга, он написал, как он обратился. Даже видео есть какое-то. Может, я даже пришлю тебе, не знаю, как видео послать тебе. Да, и вот он, значит, в Москве. И он переводил грузинских поэтов. И был часто в Грузии. Ну, и вот здесь, и когда он обратился там где-то в Россию, в Москве обратился, да. Значит, вот он приезжал в Грузию. Он кто, еврей? Да, он еврей. Ну, видно, у него хватка именно такая еврейская. Это потом все время возникает подозрение, что специально засланный, говорит, засланец. Или он так и понимает? Нет, он так понимает. Он вообще так беседовал очень искренне. Но его, понимаешь, обработали вот эти так называемые станции. Он был здесь на Кавказе у нас, это где, это в Сухуми, эти в Сухумских горах, там, как это они называются. Здесь, да, здесь это же было такое течение. Вот есть же книга на горах Кавказа. Как там во время коммунистов, в этих горах, в этих суровых условиях, там подвязались монахи. Потом их на вертолетах, их коммунисты, все-всех там, не знаю, там очень много трагедий было. Я считал про это. У меня в книге про это написано, как их в подвале расстрелили, кучей лежали. И мальчишка один, он оказался не по той фамилии, но его они там не расстреляли. Да, да. Они паспорта не брали. Да, да, да. У меня это в книгах отображено из этой книги, из этой, на горах Кавказа. Да, и у нас в Тбилиси еще есть сейчас уже такие небольшие группы, которые тоже паспорт не берут. Так, ты сказал, он в Москве обратился, а что это за обращение у него было? У него ничего не видно из обращения, это просто от монахов натерся, набрался и все. Да, 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 вот это. Это не обращение никакое. Обращение это огонь, это переход от смерти в жизнь, а там ничего нету. Он просто на полигоне смерти сидит. Он ничего не слышит, он не видит, для него Слова Божия как будто не существует. Он только услышал, что я говорю, даже там слышал, он мгновенно бы сразу понял, с кем он имеет дело. Но еще он без тормозов. Да. Если он начнет говорить, его не остановишь. Я уже тихо сижу, это он перебеж, так он еще добавит. Поэтому здесь вот так вот. Это магнитофон, магнитофон. Ты мне говоришь, да нет, тут человек. Я говорю, нет, это не человек. Его не остановить, ничего нельзя. Я вижу, уже слушаю полчаса, и он уже дальше лезет и лезет. И надо вот теперь, то есть я должен его слушаться и каждый раз звонить ему, правильно я поступил. И смиренно я или нет. Да разве это измеряется? Это совершенно нежизненно. Жизненно я услышал, Господь благословил, иди и благовествуй. Как? Я сейчас бесноватый был. И только что исцелил Господь. Он, я пойду с Господом. Нет, говорит, ты иди и благовествуй родным. Помнишь там исцеленный гадаринский грешник-то? Да. Но какое научение-то у него было? Он бесноватый, вообще не понимал ни папа, ни мама. А тут сразу и Господь говорит, иди и благовествуй, уже готовый проповедник. А Господь бы сказал, иди на Кавказские горы, сиди там 48 лет, а потом я посмотрю на тебя. Такого нету. Спрашивает, откуда монастыри? Я говорю, это Петр Апостол придумал монастыри. Давай построим три кущи там на горах кавказских, на израильских. А Господь говорит, там не ступи обесноватый, идти надо. И это у него, говорит, не знали, что говорили. Вот они, ну и монастырь Господь тоже основывал на 10 дней. Сидите и не шевелитесь, пока не обрещетесь силою. И те, которые в монастырях, эти люди не имеют общения с Духом Святым. В деле, который Господь назначал, все остальное это выдумки. Сидите, и не просто сидите, а 10 дней, мы знаем сколько, от 40-дневного вознесения до дня 50-ти. Да коли не обрещетесь силою, и будете мне свидетелем, ну, больше ничего не надо толковать. Дух Святой сошел, и они полетели по всему миру. А здесь нет, наоборот, собирают всех за стены монастыря и сидят там. У тебя это стоял, все как перед еврейской стеной кланялся в алтаре-то этот, Данила или кто там. Маленький, ростом-то там. Он ничего не понимает совсем. Понимаешь, это кандидаты в дурдом. Вообще он служит очень хорошо. У него талант и голос. Служит хорошо. Кому он служит-то? А мы молимся за весь мир. Я говорю, я еще молюсь только за голубей своих, что ли. Да кого я молитву-то перечисляю, тебе не хватит помянника, сколько там записано. И каждый день. Я просто спрошу их, молятся они за Путина или нет? За Порошенко в Украине. А я каждый день молюсь за Невзорова, за Горбачева. По порядку всех. За Людмилу Плет. Всех, которые не знают. Вы никогда это не будете делать, потому что вы не знаете, вы мертвые. Я вот что могу им ответить. Ты на молитве спроси, прежде чем со мной разговаривать, тебя Бог допускает до меня или нет? А если ты ко мне идешь, значит, ты должен настроиться уже на эту волну, чтобы тебя не выбило. Иначе ты услышишь не то. Я буду спрашивать. И Стефана побивает камнями. Побивает. За что его побивали камнями? Он что, украл? Храм осквернил? Все смертные, которые смертные были статьи, они мимо миновали. Они его не трогали. А он сказал, кого из пророков не гнали, отцы ваши? Он сказал. Жестоковынные. 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 Он им сказал, кого не гнали. Вы распяли и проще. Кого не гнали? Вопрос. Кого? Они не могут ответить. Все пророки были гонимые. А следующие памятники строят. А свои рядом живут, такие убивают. Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. Лермонтов писал о Дантесе. Он не мог понять даже, в кого стрелял-то. Слава России, Пушкин. Застрелил и пошел. Поехал. Он виноват, Пушкин, конечно. Но ты бы мог как-то что-то сделать, чтобы этого... Сохранить жизнь-то его. У меня есть стихотворение такое. Кто за Достоевского в опалу пошел? Кто Пушкина заслонил телом? Вот где героизм был. А то ценят они героев, особенно самородок. Я скажу, вот Кирилл Сахаров, вот это да. Вот это... Кто-то это оценит. Посчитай, что он написал, как был в Потеряевке. Я у него когда бывал. Он проникнут этим. Где найти это? Где? Да ты просто заряди Сахаров, Кирилл. И посмотри, какие отзывы. Вот ты натолкнешься сразу там. Заряди Сахаров, Кирилл, Игнатий Лапкин. Два слова. Заряди в Яндекс. И тебе сразу поплывет. Какие он там... И как он меня выставил. Где бы не было. Я бы про него сказал совершенно, кажется, невыносимые слова. Я говорю, я не могу понять. То ли тебе масоны дали занятие это. Или ты сам такой есть. Эту свою общину закрутил на засохшем поле Крыжовника на Берсеневке-то. Никому выхода не даешь. И он это все напечатал в книге. Ну, как ему разрешили это старобряться, служить. Это, конечно, молодец. Он очень открытый, открытый. И вот я приехал когда... Я ему сказал что-то. Он говорит, подождите, Игнатий меня сильно тут задел. Давай, выходи на меня сразу перед народом. Выскажи поподробнее это как. Я говорю, у вас на стене надписи. Это благодаря Игнатию я повесил. Мы стали по-другому к Библии относиться. Я говорю, относитесь по-другому. А три ошибки в надписи... Он заметил сразу. И он сразу об этом начал говорить. Мне микрофон в руки говори. Вышли на улице там столы обедать. Он опять мне микрофон в руки говори. Он очень открытый и там. Вот это талантливый. У него нет общения такого живого. Да, он ездит. Вот тебе... В Сербии везде ездит. А я когда приезжаю, и вот что он написал? Я на улице стою. И он увидел меня, а я с собакой. Он все абсолютно. Как дал мне слово. Как я говорил, что духа не имеет с Христового неба. Это огненная лава, это Игнатий течет. Я всех разбудил. И как первый раз встретились. Как был Потеряев, как он пишет. Игнатий не попадает ни под какие рамки. Там это феномен. Это особое такое-то. Конечно, я не совсем согласен. Мне не надо эти слова. Но они сказаны. В интернете стоят им. Он именно такой и есть. Я, говорит, с ним ходил. У него микрофон, магнитофон записывать. И с 9 утра, когда уже пообедаем, гимнастика все прошла, до 5 вечера. Каждый день новые примеры. Никаких повторов нет. И куда бы ни пошел, он тащит мне объяснять. То есть он увидел, а тот мальчик с девочками играет. Игнатий заметил, друг друга хватает. Он увидел, что в лагере делается. Что самое ценное. Он очень талантливый. Я ему какие делал замещания. Я говорю, что такое брюхо-то отпустил-то ты. Ну, живот-то у тебя, как баба беременная на 9-м месяце. Я говорю ему, это у меня аналойщик для креста. Аналойщик. Аналойщик. И он, у него юмора хватает-то. Понимаешь, нет? Вот это я понимаю. А мне говорят, Сахаров, ты знаешь, он цукарман. Он еврей. Понятия не имею. Я вижу, он живой человек. Тут приехал к батюшке один знакомый, близкий. Михаил Курочкин, брат родной этого, Евтихия нашего. Ну, я говорю, ты приезжаешь сколько лет, с батюшкой дружишь 20 лет. Ни одного вопроса не задал, приезжаешь. Совершенно бесталантный. А вот приезжал, я говорю, Кирилл Сахаров. Вот у того так он. Вот еврей, жид. Этот опять сюда проник. У него реакция какая-то, жид. И он проник сюда. Я ему пример старался. Это жид. Ну, что скажешь на это? Я стал говорить о Зое Крахмане, как жидовка-то. Она и туда проникла. А я у ней был. Я когда услышал, это Девора восстала над Россией. Она умерла. Да, я слышал ее, как ее... Мне кажется, что люди, которые не расположены к евреям, а так говорят, они никогда не будут развиты в талантах. Они блокируются. А муж ее кто был? Муж ее? Светов, Светов, Феликс Светов, писатель. Это же, кажется, у нее этот псевдоним Светов. Он, Светов, как раз и есть Феликс. Но потом они разошлись, она узнала там, что он неверный. Она мне это рассказывала. Мы сидели. Нет, да там вот эта женщина пришла. Это вторая жена Булата Акуджавы. Она мне говорила. И записи эти были мной записаны, фотографии. Я ее любил ужасно как. Первый раз ехал, как на свидание ехал с женой. Она меня приняла так хорошо, приняла. Все. Как она была в Израиле, когда выезжала оттуда, и задержали целую делегацию, ее оттуда часов пять держали там. Никто не знает, что они от нее хотели. Она мне говорила, что... А все говорили, вот видите, значит, она сотрудничает с ними. Она сидела. Она писательница. Она была очень... Она мне прямо говорила. Говорила и написано. Вы трибун. Вам нужна аудитория там. Тысячи людей. А я кабинетный работник. Я... Она пишет, кандидат наук она. Мне вот это... Горькие плоды сладкого плена. Это вообще был манифест. Да. Я вернусь... Так, разреши? Я скажу еще. Я вернусь к речи Стефана, седьмая глава Деяния Апостолов. Почему они не ответили мне ни на вопрос? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Вообще мне нравился Еремия. Зачем в грязь бросили? Бросили-то его не Навузардан, который пришел. Не сарь. Синахерим. Тот освободил его. И когда они убегать хотели, когда там Исмаил побил ставленников, которые были от Сидеки там, от кого-то. И вот они собрались в Египет бежать-то. А Еремия уговаривает, не ходите, в Египет не надо. Тут вас простят и нет. А ты иди нас в опросе, а нас Бога. И он пошел, когда просить. Вот у меня спрашивает точно так же. Скажи ответ, какой? Я говорю, я не молился. Я не понимаю, как я буду отвечать? Никак. Я помолюсь, вы сказали. А когда ответ будет? Можешь, через месяц. Откуда? Бог скажет. И он пошел. И десять дней его. Нет, нет, он молится и все. И на десятый день Бог с ним заговорил. Но когда он пошел, он говорил, Бог ответит мне. Я это Бог, это знаю моего Иегову. Но вы не будете слушать, как я сказал? Нет, будем. Он говорит, нет, не будете. И он пришел и говорит, Господь ответил, не ходите в Египет. А, это не Бог сказал. И пошли. Каждый несет сухари, каждый несет с Родины, что там взял там. А он взял булыжники там, два булыжника, обмазал их глиной, в котомку положил, и все смотрят, это придурок. Булыжники нести в Египет. И что ты будешь с ними делать? Он молчит. И когда пришли, где? Вот здесь дал нам фараон место, мы тут остановимся. И он тогда взял лопату, начал копать. И все говорят, что такое? И он заложил туда их камни, зарыл. Ну вообще, ну какой это прав? А зачем ты сделал? А это я фундамент положил. На этом месте будет стоять шатер ассирийского царя. Здесь он будет стоять. Вы ушли оттуда, у него прочное основание. Под сенью Египта решили греться. Египет фараон будет разбит. А вот здесь у него шатер будет стоять. Так и было. Он нес фундамент крепкой ассирийской власти. А люди-то не понимали. Булыжники тащит, когда в дороге одна иголка солдату тяжела. Что он делает? Посмотрите. А другой раз, когда нужно в плен было идти, он спрятался. Вы помните, как закрыл лицо руками. А почему? Он сказал, я покажу вам это. Залез в цаклю и оттуда ее разбивает, ее в дырку пролазит. Лицо закрыл и пробежал метров сто остановился. Что это? Вам наглядно показал. Вот так вы будете ломать стену Иерусалима, вот так побежите в темноте, ничего не видя, и вас хватит. Пророки показывали в образах, чтобы более понятно. Лежи на одном боку. И он лежит там на одном боку. И на человечем кали, кали, пики, там полбу смешанную. Не могу, я тошнотворно. Ну ладно, Бог говорит. За меня и на корове лепешки. Ну как все просто и понятно. Кого они гнали? Исаия. Чем не угодил? Перепилили пилой деревянной, говорит. Кого? Вспомните арест Михея. И сегодня они относятся точно так же. А он архимандрит, он услышал, что я говорю прямо, открыто. Да он бы десятки вопросов задал. Он раб. Раб чужого мнения. Таланты его, все он говорит только там, где знает, что его за это не захватят. Он процеживает через свои знания. А Богу это, никакой роли его переводы грузинские не играют. Они не живые. А почему вы думаете? А потому, что Духу Святому нет полноты. Дух Святой там, где препятствия согнуты. Вот так мы перед Богом. И Дух Божий носился над водою. Вот только там. А где, вот здесь я не могу, как бы, патриарха не задеть, Гундяева. А тут я не могу, как бы, эту паутинку в Кремле не задеть. Он все время в гонениях. Да за что в гонениях-то? Ты посмотри за нос. За что? За нос. Поясни. Ну, здесь, да, ну, понимаешь, уже имея такую нацию, здесь, он уже, и находясь среди русского народа, он уже сразу же, какая у него не была должность высокой, он всегда в гонениях. Я, особенно это в России, на Украине, в Белоруссии, в России, это всегда есть. Антисемитизм? Да. Это абсолютно, это то, что шовинизм, фашизм, коммунизм, одно и то же. Это не христианский дух. Да. Вот эту чашу, вот каждую, вот я где там жил, я все это время испытывал. Здесь даже и учился, и весь день, это не хочется рассказывать, мне неприятно здесь было, да, но с Божьей помощью выживал. И вот самое главное, что нашел своего мессию, спасителя, вот поэтому мне всегда с тобой радостно говорить и общаться. А он веру и считает, веру во единого Бога Отца, он верит, что Иисус это Бог? Или не верит? Ну, да, это же нет, ты что, он здесь, он исповедник, у него, значит, такой большой опыт, здесь общаться с людьми, но вот, что он не Писание раскрывает, а вот этот, начинает, здесь вот такой промонашескую жизнь, вот там, значит, один монах, там, ну, пришла одна девочка, ну, где мама, где священник? Ну, я говорю, а зачем он тебе? Ну, вот она рассказывает свою историю, у нее маленький ребенок, ну, где-то она там в ресторане работала, а, значит, этот менеджер его ресторана, значит, ну, вот он ее соблазнил, родился ребенок, здесь, а у него там семья, и вот у нее такая депрессия, ну, я говорю, а что тебе мама дал, что тебе священник, какие тебе правила, ну, что он тебе дал почитать, здесь, вот он мне дал канон Дмитрия Ростовского, Дмитрия Ростовского, там какое-то правило есть, я даже не понял, что-то по-грузински было, да, Дмитрия Ростовского, правило, и вот мы, да, вот дайте мне этот молитвенник, я почитаю здесь правила, да, ну, вот я и рассказал, здесь, вот, что надо узнать об Иисусе Христе, хочешь почитать, вот тебе Евангелие, почитай нагодную проповедь, вот блаженный, хочешь быть страшливым, будь и смиренной, и кроткой, будь послушанней, там, туда, с этим человеком, не общайся, потому что у нее есть семья, не разбивай ее, ну, нормально рассказал человеку здесь, да, и вот она почитала, три главы, ну, не знаю, может, дочитала, нет, я уже пошел там по хозяйским делам, да, у тебя, у меня еще что-то хочу рассказать, интересное, но у тебя записи, но без записи, это что было, обязательно, ты это знаешь, и меня даже не пытайся убеждать, я знаю, что это любое, что ты расскажешь, все будет полезно, вы никогда не вымеряйте, вы вспомните Германа, который молился за стенкой, а за той стенкой, там была одна из самых великих блудниц, Евдокия, Самарянка, и как она обратилась, и стала Евдокия, мученицей, вот, ну, я, я не о себе хочу рассказать, понимаешь, обо мне, я все расскажу, да, да, когда я служил в Армении, ты же это помнишь, да, конечно, ты был как порученец патриарха Ильи Второго, да, 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 и там недалеко был монастырь, там подвязались русские, Иверской иконой Божьей Матери, ну, и вот я туда приезжал, окормлял, там их исповедовал, литургию там у них в комнате совершал, все, и вот вдруг, два Архимадыда приезжают, значит, он, только ты это не выдавай в эфир, а то я не хочу подставлять людей. ты не называй, потому что я рвать не буду, как говорим, так и будет выставлено, я тебя предупредил, мне эти слова не подсовывай даже, нет, значит, ты не поминай, я не, ты говори так, чтобы никого не называй, хорошо, я в другой раз расскажу, я попутно тогда скажу, слово окормлял, при мне не произноси, я окормлял, ты прищищал, окормлять, слова Режика говорит, это перекармливать, отравлять, отраву давать, а, да, да, ну, хорошо, не будем давать, я в другой раз расскажу, у меня все выставляется, абсолютно все, поэтому говори то, что доступно для всех, да, да, ну, давай, говори, говори, сам рецензируй где, если помахнешься, так и будет выставлено, я сейчас открыл, Москва, Берстеневка, Игумен Кирилл Сахаров, Игнатий Лапкин, вот здесь все твои, как ты перед иконостасом, стоишь подрясники, вот сейчас вот я тоже послушаю это, да, ну, отец, Я попутно тебе хотел сказать, вот разговор зашел, ты не забудь о чем говорил, когда я был сейчас у Кирилла Сахарова, и вечером, ну, он посылает там Пономаря, меня переодевают, в другой, у меня там три престола, большой храм-то, и меня переодели, они там, что там называют это, стихарь, стихарь, и я говорю, ну, я говорю, и повторяю, ко мне под язык, никто не имеет права, залазить, прежде чем сказать проповедь, я провожу больше, несколько раз времени на молитве, я говорю, ну, и утром, он вечером сказал, утром проповедь будете говорить, поэтому служба уже началась, я постоял маленько, я вышел у него во двор, там у него большое огороженное, и там большой крест стоит, и я перед ним склонился, и прошу Бога милости, сказать слово, о чем именно сказать, и когда я подошел к храму, в это время подходит одна из служительниц, как она одет, то ли торговка, я не знаю кто, подошла, и отец Кирилл меня послал сказать вам, что вы вчера говорили, там про евреев сказали, да что вы про евреев не говорили больше, я говорю, подожди, ты с кем говоришь? А это у отца Кирилла, у отца Кирилла этим летом были, когда мы в июне месяце, я говорю, вы с кем говорите, вы меня не знаете? Да вы думаете, что вы говорите? Я перед крестом выпрашиваю у Бога милости, что сегодня сказать? Поэтому нет, я думаю, все, он больше мне не скажет, я скажу то, что мне Бог скажет, как Михей сказал, что скажет Бог, то изреку и я. Она сразу улыбнулась мне, как будто она этот ответ и ждала, не то, что там нахмурилась обычно, она такая ласковая, и побежала к нему, ну я тогда стою, я уже все успокоился, не напрягаюсь и молюсь, знаешь, что он больше меня на проповедь, вот дело идет дальше, гляжу, опять этот панамарь подходит и меня манит туда, отец Кирилл сказал, переодеть вас, будете говорить проповедь, то есть он согласился с тем, а что я вечером сказал? Я сказал слова, которые я дословно передам, ну я говорил о благословении, а народ-то новый, не знают, я говорю, что я должен сказать вам о настоящем благословении, начало благословения, оно имеет окончание, первое начало, никогда не проклинай народ Божий евреев, это народ Бога избранный, не касайтесь еврея поганым языком, вот так сказал, вы можете только благословлять, не такие они, я ничего их не оправдываю, я говорю, Бог сказал, благословляющий тебя благословлен будет, это первое, никогда не проклинайте евреев, я еще плохо сказал, А проклядающий проклятый? Да, я сказал это у него в храме перед народом, а видимо там есть патриоты, я не знаю даже почему он мне это сказал, или меня испытать хотел, чтобы я про евреев не говорил, я буду говорил и говорить буду, не проклинайте, это благословенный народ Божий, это закваска мира, и все, и он, я даже не понял, зачем он это сделал, подослал его, не знаю просто, а потом днем он мне говорит, а вот я заметил, вы сегодня говорили, у вас какое-то в душе было напряжение, так ты же создал это напряжение, он веселый такой, я так и не понял по сегодняшний день, зачем он мне говорил, когда я евреях всегда одно и то же говорю, конец благословения, это десятина, платите десятину, а дальше чти отца и мать, и все остальное, это там внутри, между этими двумя полюсами, в мире два полюса, евреи и цыгане, а все остальное между ними, я евреев люблю, а вы хотели быть евреем, ну не еврей я родился, но я свое место, ячейку знаю, где никому не завидую, ты же это сын Авраама, он духовный сын Авраама, здесь значит по духу, мы сыны Авраама, где мне даем благословляться все народы племеназельные, да, здесь, да, конечно, они, вот только плотские дети, здесь, которые не принимают спасителя своего, но им я засвидетельствую, вот у нас здесь есть, операцию мне делал, еврей, он доктор медицинских наук, зам главы администрации края, Шойхет Яков Нахманович, ну, он мне делал операцию, вот интересно, все-таки в еврейском народе, вот это вот есть, внимательность к людям, меня со стройки привезли, да, нет, вот, и вот, он стоит, и руки-то у него помыты, он вот так вот поднял, руки, стоит, а рядом у него ассистентка стоит, я говорю, я лягу на стол, сначала помолиться мне надо, он говорит, ну, молитесь, а уже все готово, перед операцией, я встал и стал молиться вслух, помню, помолился, как положено, поднял руки, он стоит, а она ему и говорит, а то он потом мне рассказывает, а Матрена и говорит мне, Яков Наумович, она, Наумович его зовут, не Нахманович, а Наумович, сколько же можно? Тихо, я наконец помолился, он говорит, все-все, ложитесь, и он делает операцию мне, я попросил не делать мне наркоза, я хочу пострадать, как мой Господь, он говорит, нельзя это, потому что мускулы, независимо от вашего желания, будут сокращаться, и это мне повредит операцию делать, но уж если сделали операцию, а безболище я никогда не беру, я хочу перенести, Господь не хотел пить чашу уксус, которую давали ему, и теперь меня, когда привезли, там на коляске, и в это время, когда я лежал, а там еще студенты медицинского института, и я с ними разговаривал во время операции, ну морщился, конечно, когда там что-то отрезал он, что не заморожено, я привезли, когда и меня положили, в палате, и в это время студенты пришли, и меня окружили, и я им начал отвечать, и когда отходила эта боль-то, ну замороженная-то, я в это время беседовал, я даже не заметил, а там лежал один летчик-то, коммунист восстался, вот, и я беседовал, и после этого, прошло уже лет 10, он приехал в лагерь к нам, этот, Яков Нахманович, и говорит, вот когда у вас операция-то была, и там был летчик, ну здорово его разделали, а студенты-то были, ой, как они заинтересовались, и ни один еще вам противостать не мог, он ко мне по-дружески, а мне теперь надо делать операцию на позвоночнике, три грыжи, но я на стройке, я не лукавил, и поэтому рельсы шпалы носил, вот, раздавило меня, и он говорит, сейчас прокладки делает, такие там, какие-то, платиновые, очень дорогие, мы вам делаем, и Бог так сделал, когда мне операцию сделали, и меня вытащили, я лежу в реанимации, в краевой больнице, а в это время, в Алтайский край, приехала какая-то делегация немецкая, немецкая, и ее сопровождают в больницу, он был послан, вот, вот, Бог как делает, и замглавы администрации края-то, и в это время, я выхожу уже размороженный, и он заходит, заходит в делегацию, он меня увидел, подошел, ласково расспрашивает, и они стоят, они, люди-то, немцы-то, поняли, что я его очень хорошо знаю, и он меня знает, вот, Бог так устроил, он ни раньше, ни позже подошел, в этот день, в эти минуты, это я считаю от Бога, и когда его послали, когда у нас в лагере было, что нас хотели закрыть-то, и послали, потому что большая статья была в российской газете, это путинская газета, учредитель правительства Российской Федерации, газета, газета номер один, и там большая статья про меня, фотографии, и тут заполошились, и его послали сюда, они приехали на нескольких машинах, депутаты от КПРФ там, и они сидят так тихо, и он с нами ходил, какой колодчик, он воды попьет, хлеба дали, взял молока, он все попробовал, пошли на пруд, сели, а там выдры плавают, андаторы, и которые враги-то, которые с самопедистанцией, они рядом, и они такие тихонькие сидят-то, он-то величина другая совсем, и он говорит, да, вот кельи у вас, а что кельи, вот это обмазано, мы на Украине в таких жили, он все попробовал, да, у вас все высокого качества, но, когда вы берете, бывает, ребенок уже заболел, инкубационный период, бывает больше недели, и болезнь не проявлялась там, а проявится именно у вас, вы же, ну, не гарантированы, а еще случись, мы же с Господа Бога спросить не можем, а с вас, поэтому, я прошу вас, будьте осторожнее, внимательно смотрите кого, то есть он с таким расположением, это еврей, я как-то написал, если коснется на евреев гонения, таких как Яхов Нахмана, через мой труп только, так меня, ты жидовский прихвостень, ты за них, они родину порушили, разворовали, я не знаю, для меня вот здесь, вот здесь вот я его ношу, этот образ, он показал настоящий человек, как говорят, с большой буквы, еврей, он не христианин может быть, я даже ни разу его не спросил, но я при нем свидетельствовал, и он это все вспоминает, эту Матрёну ассистента, а сам улыбается, как будто мы не разлей вода, и вот мне, эти два священника там, меня зажали, вот вы говорите, устав не нарушаете, а вы нарушаете эти каноны тоже, я говорю, и где? Скажите, благодарен буду, а написано, в бане с евреями, мыться нельзя вместе, правда, я говорю, так а я в баню вообще не хожу, как? так а написано, еще с евреями, вместе нельзя в корчму заходить, да, да, написано, так а я и не захожу, я еврея за свой стол усажу, а как? мы с батюшкой пошли, купили, батон хлеба переломили, зашли в парк, там снег, мы махнем его, снегом прикусываем, поели и пошли, с евреем нельзя есть вместе, да за евреем, вообще, но когда писал этот канон, кто? у него вокруг была вражда, как приятная златоустом, евреи старались залучить христианина, убить, распять, ну, была обцеловка такая, но сегодня он ко мне всей душой, а я против его, ну, маленько, ну, нельзя же тут так шаблонно думать, что, ну, да в войну-то сколько были люди, христиане, евреев-то спасали, ни одного, ни двух тысячи, и как Владимир Соловьев, ему особое дерево, аллея мира, там в Иерусалиме посаженное, под его именем, Соловьева, вот, меня не было там, может быть и дерево посадили бы, вот, до того интересно, вот, православное, я с евреями, чтобы не мылся в бане вместе, так эти попы-то, серьезно, меня улучшить, и когда я сказал это нет, и у них больше нет против меня обвинения, я говорю, вы нарушаете из 719 и 413 правил, а у нас в общении ни одно, и они исследовали все, и нашли против меня обвинения, и это все в интернете стоит, два Андрея, ой-ой-ой, вот такое наше состояние, они подыскиваются, сказали бы, а почему у тебя такие мирные отношения у меня, и с буддистами, и с кришнаитами, и с мусульманами, это в интернете есть, у меня другой подход, подход мира и любви и Евангелия, евреи, а еврейка у нас была, и она, а вот если этот-то еврей-то узнает, он помогает, а он главный банкир, так что он узнает про мои книги, я ему в первую очередь несу книги, как? Это он так помогает, и вы ему книги, а у меня там написано, написано, что? Ну, другие написали, я откуда-то взял, говорят против евреев, а я их слова-то привожу, а дальше поясняю, как надо, по слову Божию, злые делать, или там и прочее, ну, она и опять села, я сказал, говорю, когда считаешь Евангелие, и Господь, говорит, избрал людей, Авраама, то сегодня, можно подумать, избрал самое негодное племя, что Бог ошибся, избрав этот народ, почему он, говорит, к своим пришел, свои не приняли, к погибшим вовсам Израиля, он их как называет-то? Я говорю, можно подумать, а, вы антисемит на меня, я антисемит, ой-ой-ой, вообще. С отцом Кириллом Сахаровым, да, он у нас был в Белиси, был у меня здесь дома, мы его повозили по Грузии, здесь, он тоже очень был доволен, значит, много мест объехали, вот, слава Богу, да, и там беседа одна была, вот, у тебя одна дама спрашивает, что такое, вот, у нас Святая Русь, Святая Русь, как вы думаете, что-то вот так вот, вот, там было очень сильное слово, здесь какая-то Святая Русь, и здесь, вот, что, ну, в общем, все там правильно было сказано, так, а ты видел песнопение, Святая Русь, мое, на форуме, да, 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 на ютубе, посчитай, Святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок, имена, во свете Библии, потетика растает, останется вино, вина, война, хватали все, от севера до юга, до порта Артура, оспу от травов, все подгребли, саму, тайгу и в югу, и расплодили нехристей воров, кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, сжет и рубит по весне, мы опостылили от века и до ныне, прибалтики, татарам и Чечне, на наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард, весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад, о Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий, тогда исполнив веренную нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Это мое стихотворение, и Виктор Николаевич его поет. Нравится? Да, да, Виктор Николаевич. Да, 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 я, ВВ, ты там подпевал тоже немножко. Ну вот, святая, никогда она не была святая, она была грешная. Да, ну, ну, благодарю, отец. Спасибо, Христос. Ну, давай, досыпай. А я сегодня увидел, ты выходишь, это, в скайпе-то, там, спрашиваешь телефон Игоря Добунова, я только хотел спросить, что ты не спишь-то там? Да. А ты днем ложишься когда-нибудь отдыхать? Ну, если я там за компьютером вздремну иногда, а так ложиться не ложусь. Не ложись, вздремнуть так, откинься головой, не ложись, иначе голова будет болеть. Не, нет, это нет. Не расслабляйся. Ну, давай, там, Нино, передай поклон от меня. Да, да, да. Ну, да, сейчас, да, сейчас я... Скажи, чтобы она, это, не имела ничего против, потому что я ее люблю. Она немножко старается понимать, понимаешь, когда вот она слушала, у нас же не большое пространство, вот как ты о Тысячелетнем Царстве говорил, ну, вот, слушала проповеди, и когда я, вот, в воскресной проповеди сказал этой темы, да, она уже стала молчать, потому что она увидела, что это приносит пользу. Так что здесь надо немножко терпения. Вообще, она... А у кого, говорит, не хватает терпения, пусть переходит на долго терпения. Нет, говорится, у кого не хватает мудрости, да просто субботно, немало не сомневаясь. Просто без упреков дает он. Ну, а ты шел, выключай.